Ковалев, 71-й Максим Ширяев, 78-й Михаил Красиков и 81-й номер Иван Нечаев. Это состав Иркутской команды, бело-синие и цвета Байкала и НЕТ. Ну, что надо сказать, ни одного очка не удалось в этом сезоне иркутянам отобрать у своего сегодняшнего соперника. Первый раз сыграли они еще в кубковом матче на групповом этапе, в турнир, который начинался. Третий угловой обравчане попадают, и впервые с левого края. И 1-0. 1-0 с третьей попытки реализовывают угловой. Ну, и вот повод для ликования у Хабаровских болельщиков. Артем Бондаренко нам показывает, да, и предыдущий угловой на него был разыгран прямо по центру. Оказывается, очень хорошо, да, Бондаренко очень хорошо лег ему мяч на клюшку. И на самом деле опять ведь выскакивали здорово и иркутяне, но на сей раз не успели. И получился такой удар в противоход Рысеву. Тот чуть перемещался справа налево в воротах, и вот... Второй матч на него проскочил. 1-0 с Каневтяни впереди. Вот здесь возможность приструю атаку перейти. Да, 2-0. 2-0 Павел Рязансов. 58-й гол у Рязанцева. Он входит в тройку лучших бомбардиров чемпионата вместе с Бондаренко Иванушкиным. Ну и вот два главных Калиадора Сканифтяника. Хороший задел делают для возможной победы. Ну здорово разогнался и, конечно, сдвинуть его это было невозможно. Пытался как-то достать Тимур Кутуков и насунуть клюшку. Но огромный Рязанцев так мяч укрыл, что не подобраться уже было. Ну и в ближний угол. Закатил бы, не оставив ни малейшего шанса Тимур Кутукову. 2-0. Закатил бы, не оставив ни малейшего шанса Тимур Кутукова. Это индивидуальное мастерство. Это Максим Ишкедин. Просто шикарный. Еще и между ног по-моему защитник упакнул. Ну, я не скажу, что прямо посыпались иркутяне. Но, смотрите, они вот очень быстро эти два гола пропустили. И такое ощущение, что вообще без сопротивления разгоняется Ишкедин. И посмотрите, как проходит он обороны Байкала Энергии. Три ноги. Три ноги. Ну, то есть нарушение фамилии. Чуть-чуть цепляет соперника. Просто к радиусу. А вот теперь свисток. Да, здесь Григорий Немаев точно. Соблюдая им же и установленный регламент, дает свисток на перерыв. И команды потеряют поле при счете 3-0 в пользу хозяев. До 24-й минуты счет оставался нулевым. Ну, а затем удалось хабаровчанам. Буквально через минуту забили хабаровчанам. Ну, вот мы увидим, что по-прежнему у них преимущество. Да, по ударам, ударам в створку, угловые. С углового, собственно говоря, и был забит первый гол. Когда Эрик Севстрем. Подал на Артема Бондаренко. Ну, вот еще до гола. Было несколько любопытных моментов. Когда и Эрик Сависев был в игре вот здесь. Как раз не забил Бондаренко. И мяч еще проскочил мимо спешившего на добивание Штезина. Вот это момент, где Евгений Иванушкин попадает в штангу. И просто не шлакнулся вратарь Хабаровска. Было очень опасно. Ну, а вот это ситуация, которая, в общем, я думаю, что будет еще обсуждение. Но можно спорить, да, насчет того, была ли клюшка поднята выше груди. Смогилов отправил мяч в ворота, но гол этот засчитан нет. Ну, а вот, собственно, так был открыт счет подачи слева. Севстрем на Бондаренко. И тут неотразимо бьет мимо вратаря. Низом. Двадцать четвертая минута. Сканик-Тяник повел. Один ноль. Ну и дальше. Очень хорошая передача. Фагерстрема на Рязанцева. Прямо в клюшку вложил ему мяч. Рязанцев включил скорость. И четко реализовал свою... Уже, по-моему, это третий его была в матче. Голевая возможность. А затем индивидуальный премпроход Максима Ишкедина. Буквально через минуту с небольшим завершается третьим голом. Но тоже достаточно эффектно. Но вот так, три ноль. После первого тайма Хабаровск ведет. Но в концовке. В концовке еще пару моментов иркутяне создали. Но пока команде Владимиренко забить не удается. Ну вот, наверное, здесь тоже было опасно. Но не разобрались два игрока. Иркутские команды помешали, получается, друг другу. Перерыв у нас. Вернемся через 15 минут. Налет в Ерофей-арену. Арена на Ерофей. В Хабаровске ждет продолжение финального матча. Чемпионата России по хоккею с мячом. Сканев Тяник выигрывает у Байкала Энергии 3-0 после первого тайма. Бондаренко, Рязанцев и Ишкедин три мяча забили. Офицированы тренеры. Команды были, клубы были наказаны штрафами. Матч тот переигрывался. Но, кстати, все равно Байкал Энергия держал победу. И там лишь не было такого цирка. Но я не знаю, кто из болельщиков сомневался в исходе матча, который был переигран на нейтральном поле. Водник никак не старался забивать до того момента, пока счет не стал. 0-4. В конце сократил отставание. Но все равно проиграл, как ему и было нужно. Ну, а у нас начинается вторая половина матча. Второй тайм. Ну, и вот четвертый гол. Вот четвертый гол. Ну, как будто из ничего он возник. И ведь опять не сказать, что на очень высокой скорости хабаровчане прошли. Но как-то не встречая сопротивления. Катили и катили. И к чужим воротам очень похож на второй. Кстати, забитый мяч. Вертикальная передача опять в исполнении с Эвстрема. И не удалось забить Фагерстрему. Зато два еще игрока. Нет, Иштейдин отдавал эту передачу. Да, ну, а забил в итоге Артем Бондарин. 4-0. 4-0. Ну, и вот важно действительно было, кто первым забьет. Кто-то после перерыва. Второй гол Бондаренко. Асэвстрем Аддзе. Ну, пока, пока может говорить, что очень хорошо тактически сегодня построили игру или как стратегически хабаровчане. Потому что 5-0, во-первых. Бондаренко делает хет-трик. Хлесткий, хороший удар в угол. И уже пихает, что называется, Денис Рысев своим защитником. Ну, потому что действительно нельзя давать бить из таких позиций. Лучшему бомбардиру российского чемпионата. Себе шестой гол Бондаренко. Пятились, пятились перед ним три игрока Байкала Энергии. Ну, да, надо откатываться, конечно, задом. Но получается, что так свободно. Доезжает до радиуса и расстреливает голкипера. По-моему, тайм-аут берет Владимир Янко. Да. Не спеша, очень внимательно, очень основательно, я бы сказал, хабаровчане начинали эту игру. И то, что больше, чем полтайма не удавалось забить, в общем, как-то особо не переживали. По этому случаю, мало того, был какой-то момент, да, когда показалось, что даже инициатива игровая переходит к иркутянам. Но нет, вот терпеливо ждали своего шанса, дождались, забили со стандарта, ну, а дальше уже все пошло так, как, наверное, и должно было идти в представлении Хабаров. Ну, к сухим счетам наступать финалу тоже не дожит. Вместо этого получают шестой. Только-только момент создали. Павел Рязанцев отвечает точным ударом с близкого расстояния 6-0. И опять как будто нет защитников. Ну, вот передача выезжает. Рязанцев слева в радиус. Уже запоздалая попытка защитника выбить мяч. Клюшки летят в стороны. Второй гол в сегодняшнем матче Павла Рязанцева 59-й в чемпионате. 6-0. На трибунах волна. И волна так Хабаровск и Деймерсбург выступал Сергей Ломанов и похоже, чтобы вернуться. Во всяком случае, продлевать свои нынешние контракты они пока не собираются. Но они втягут. На чемпионстве еще без 7 минут. И это гол все-таки. Ворота сдвинуты. И, между прочим, это Илья Грачев забивает. Все-таки удалось размочить счет. Но сам пошел Грачев. Вот в общем что требовалось. Я уже допускаю правду, что не так строго стараются. Где-то даже не так жестко. играть в обороне Хабаровчане уже при таком крупном счете. Но все равно такое смелое движение. Пошел обыгрывать двух защитников. И забил таки. Обыграл и обыграл вот вышедшего только что Виктор Яшин. Каджили уже диктор стоит последние минуты. Нет, знаете, еще один, еще один удается забить Аркутянам. Ну, совсем уже без сопротивления. Иван Мечаев это был. Ну, вот, между прочим, забили у Байкала Энергии два человека, которые впервые на льду появились уже где-то минут за 10-15 до конца. не наигравшуюся. Не наигравшуюся еще. Все. Асканев тянет чемпион России. Долгожданная победа хабаровчан. И посмотрите, как никак они довольны. В 49-м году, в 1949-м, был образован армейский именно хоккейный клуб в Хабаровске. И после 17-ти серебряных и бронзовых пенедесталов наконец впервые стал чемпионом России и получит этот трофей, который тем, что мы видели. 10-й в истории чемпион Советского Союза либо России. Были чемпионами команды, которых сейчас либо уже не существует из-за своей правды. Но как раз Сергей Мяус вел себя предельно откровенно и очень порядочно. Который действительно признал, что есть проблемы и ни для кого не секрет. Выдайте, пожалуйста, Чицико игрокам команды. И что эти проблемы на 3-е решили.